МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марины Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 15 августа отмечают свой профессиональный праздник археологи. Об особенностях их труда расскажет Дарья Топчева. Хармавирский тэквондист стал бронзовым призером турнира, прошедшего в Великобритании. Юлии Никитиной удалось встретиться со спортсменом и узнать секреты его победы. Придорожный сервис стал объектом внимания первых лиц города. В минувшую среду грудноачальник осмотрел организации потребительской сферы вдоль федеральной автодороги Кавказа и с санитарным состоянием некоторых остался недоволен. Все подробности в первом материале выпуска. Вдоль федеральной автодороги Кавказ в пределах Армавира расположены десятки кафе, закусочных, автомастерских АЗС. Далеко не везде порядок. Глава Армавира Андрей Харченко вместе с контролирующими органами выявили нарушения, устранить которые они обязаны в ближайшее время. А вот на одной из АЗС после замечаний уже приступили к реконструкции и благоустройству. Вместо пришедшей в негодность тротуарной плитки появится новая. На пути встречались и положительные примеры. Также глава побывал в строящейся Красной площади в районе автовокзала. Здесь сейчас идут работы по возведению дорожной развязки, благоустройству прилегающей территории. Близится к завершению строительства и самого торгово-развлекательного комплекса. Осмотрел городской глава и новую дорогу в районе улиц Кропоткина и Маркова. Здесь вместо гравийного покрытия появился асфальт. Дорожники должны теперь убрать строительный мусор, который остался после капитального ремонта дороги. Об исполнении поручений городначальника, о состоянии городских теплотрасс и их готовности к зимнему периоду. Еще о многом другом говорили на совещании в мэрии в четверг, 15 августа. Некоторые вопросы стали настоящим камнем пресновения. Светлана Волошенко расскажет. На совещание в городскую мэрию были приглашены руководители органов территориального общественного самоуправления, координаторы депутатских центров, руководители ЖКХ, правоохранители. Началось заседание с экскурса главы Андрея Харченко в историю создания ТОСов в Армавире. Он напомнил присутствующим о том, как начиналось взаимодействие этой структуры с муниципальной властью. Городоначальник также отметил, что систематически проводится анализ проблем, поднимаемых руководителями ТОСов. Из того анализа, который я получил в конце прошлой недели, хочу сказать, что не все службы сегодня работают оперативно или под тем требованиям, которые мы ставим в работе городского хозяйства, в работе коммунальных предприятий. Не все вопросы на сегодняшний день оперативно решаются так, как это должно быть. Не все наши квартальные, не все наши руководители ТОС оперативно взаимодействуют с бизнесом, с социальными объектами, которые находятся на территориях. Далее перешли к вопросу о городских теплотрассах. Андрей Харченко напомнил, что самый крайний срок, которому должны быть завершены все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду предприятия Армавир Теплоэнерго, 1 октября, выяснилось, что это несколько проблематично. До 1 октября мы эти работы выпадали. Я понимаю, что предприятие Тепловые сети на каком-то этапе не дорабатывает те вопросы, которые вы должны выполнять в рамках того тарифа, который вам оплачивают потребители. Большой объем работ идет в настоящее время, поэтому не хватает средств на изоляцию. Но я думаю, до 1 октября эти работы все выпадают. Руководитель ТОСа номер 10 Елена Ивченко поделилась результатами рейда по проверке графика движения троллейбуса номер 2. Она отметила, что уехать в сторону Черемышек и, соответственно, обратно в вечернее время весьма проблематично, так как часто вместо 12 и 14 минут перерыв между троллейбусами гораздо больше. На маршруту номер 2 мы работаем ежедневно 9 и 11 троллейбуса. В вечернее время после 18 это 5 графиков. Но есть срывы на выполнение графика. Интервал движения в вечернее время идет за 12-14 минут. Последний рейс 21.47 должен выполняться. Срывы есть на такие справности. Но интервал движения при срыве одного графика. Все равно получается, один график выпадает, получается 19-20 минут. Глава подчеркнул, что недопустимо не выходить на рейсы в вечернее время под предлогом того, что некого вести, мало людей. По вопросу о полномочиях участковых по составлению административных протоколов за несоблюдение гражданами правил санитарного состояния отчитался Николай Иванченко, начальник отдела участковых. Основным критерием оценки деятельности участкового является оценка населения данного административного участка, которое осуществляется на сходах. Однако было отмечено, что остается немало проблем, связанных с охраной общественного порядка в микрорайонах Черемушки и Родина. Совместные рейдовые мероприятия правоохранителей сотрудников ТОС проводятся, однако желательно, чтобы они стали регулярными. На совещании говорили и о проблемах местного значения, а также об инициативе жителей ТОСа номер 8 по переименованию остановки общественного транспорта «Электротехнический завод» в остановку «Сквер имени Плохого». Светлана Волошенко, Александр Пензев, Служба новостей Армавира. Долгожданное событие для сотрудников силовых структур и ведомств. Работников различных организаций, чья деятельность невозможна без специализированной одежды, а также любителей активного отдыха. В Армавире открылся магазин группы компании «Блокпост». Тему продолжит Дарья Топчева. В магазине группы компании «Блокпост» представлен огромный выбор форменной и специализированной одежды – товаров для туризма, охоты и рыбалки. Здесь есть все – от нательного белья до ежедневных и парадно-выходных вариантов. Полная линейка одежды для людей, военных, офицеров, солдат, летчиков. Большое разнообразие специализированной – для сотрудников медицинских учреждений различных производств. В широком ассортименте представлена обувь, ботинки, туфли, средства по уходу за ними. Сегодня состоялось открытие 17-го розничного магазина группы компании «Блокпост». Очень рады, что это событие произошло в городе Армавире. Основные группы товара разработаны и ошиты на собственных производственных мощностях. В ресурсе компании две крупные фабрики с численностью более 300 человек. Приглашаем каждого жителя Армавира прийти, оценить качество и широкий ассортимент представленных товаров. А ассортимент здесь действительно широкий. Большой выбор рюкзаков разных размеров – спальных мешков, оптики, пневматического оружия, ножей и многого другого. Такое разнообразие представленного товара по достоинству оценили покупатели, посетившие магазин «Блокпост» в день его открытия. У нас ассортимент очень богатый. Мы майки посмотрели, рюкзаки очень красивые и есть из чего выбрать. Камуфляж представлен в полном объеме. Даже травматика, пневматика, все есть, ножички. Все, что для людей, которые любят форму, любят вооружение и любят выглядеть более военизированным и подготовленным ко всем событиям, это самое отличное, что есть. Лично убедиться в этом можно, посетив магазин «Блокпост», расположившийся по адресу улица Мира, 45. Дарья Топщева, Александр Жирелев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Эти люди совершают нелегкие экспедиции, порой ради одного единственного артефакта. Радуются, как дети, обнаружив после многочасовых раскопок осколок глиняного горшка, датированного первым веком нашей эры. Они археологи. В их профессиональный праздник с армавирским искателем древности пообщалась Дарья Топщева. В День археолога с Александром Лопатином, человеком, который на этом поприще трудится уже 33 года, мы встретились возле кургана, что в районе кирпичного завода. Этому археологическому памятнику, по словам Александра Петровича, около 5000 лет. У нас на территории города много таких курганных групп. Правда, строительство, оно зачастую просто-напросто уничтожает курганы, они просто снивелированы. То есть земляная насыпь убрана, но дело в том, что само захоронение, оно остается все равно. Оно-то в земле под этой насыпью. Докопаться в прямом смысле этого слова до того, что под землей, пожалуй, основное занятие археолога, но не единственное. Со стороны оно может показаться утомительным, но только не для терпеливых искателей. В археологическую деятельность Александр Лопатин вовлек всю свою семью, в том числе и младшую дочь Олю. Вместе с командой единомышленников Александр Петрович копает могильники, курганы, городища, а после следит за их сохранностью. Если обнаружены какие-то разрушения, то сразу же мы сообщаем в управление по охране, реставрации и эксплуатации памятников в Краснодаре. Они фиксируют эти разрушения, составляются протоколы, выясняется, кто виновен в разрушении. Приступить к раскопкам этого кургана пока не позволяют средствам. Нужно порядка трех миллионов рублей. Предложения от заинтересованных лиц поступали, но сумма уж больно большая, поделился Александр Лопатин. Затратное это дело археология, но нужное и увлекательное. Дарья Топщева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Статус Армавира, как города спортивного, постоянно подтверждает своими достижениями наши земляки. Среди них чемпионы края России и мира Европы, призеры международных и всероссийских соревнований. И вот очередная победа. Высокий результат показал армавирец Великобритании на прошедших 10-м чемпионате и первенстве мира под Хаквандо. Член сборной России Хачатур Тарасян стал бронзовым призером соревнований международного класса. С победителем встретилась Юлия Никитина. Среди 160 спортсменов со всего мира в юниорской категории Хачатур Тарасян завоевал третье место, уступив лишь своим соотечественникам. Бои шли на 16 площадках. В условиях жесткой конкуренции юноша одержал победу в ряде встреч, уверенно опередив соперников из других стран. На соревнованиях такого уровня наш спортсмен выступал впервые, однако продемонстрировал настойчивость, целеустремленность и волю к победе. Было очень трудно, но наш тренер нас морально настраивал. Хотелось бы сказать ему большое спасибо. Благодаря ему мы достигаем вот таких высоких результатов. Следующая ступень, которую нужно преодолеть – чемпионат Европы. Он будет проходить в Швейцарии. Доквандист и его тренер Александр Чеботарев активно готовятся к предстоящим соревнованиям. Долгие часы проводят в упорных тренировках, анализируют допущенные ранее промахи и технику боевозможных соперников. Нужно еще более лучше готовиться к соревнованиям. Я думаю, мы эти ошибки исправим, сделаем анализ и на следующих предстоящих соревнованиях в Европе мы уже покажем уровень намного выше. В день съемки 15 августа Хачатуру исполнилось всего 16 лет. Но, несмотря на молодость, он стремится к покорению новых спортивных высот. Юлия Никитина, Александр Пензиев, Слова, Новости Армавира. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv, а также в наших группах в социальных сетях. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее о погоде вам расскажет Дарья Топчева. Я же Марина Бартинева прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. До встречи на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды Бона. Торговый дом Вилсон. Первый этаж.